Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 5 марта. По следам резонансного события, по факту избиения молодого человека возбуждено уголовное дело. Встречи подрастающего поколения с известными личностями в столице стартовал проект «Связь поколений». Чемпион республики выявлен. Итоги соревнований по шахматам. По факту избиения молодого человека, нашего соотечественника с сотрудниками СОБРа МВД, прокуратурой республики возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Напомним, об инциденте стало известно на прошлой неделе. Пострадавший был доставлен в республиканскую больницу и после оказания первой медпомощи был направлен в Северную Осетию, где предстоит операция. Цараса Кузаева с подробностями. Резонансное событие, которое обсуждает все югостинское общество. Избиение сотрудниками специального отряда быстрого реагирования МВД молодого человека. Видеопреступление, попав в соцсети, быстро распространилось среди пользователей. Трое сотрудников СОБРа, Альберт Бестаев, Вадим Сакаев, Ахсарбек Губозов, напав на жителя города Цхимвал, Инала Джабиева по очереди наносили ему удары. Как говорится, слабонервным лучше не смотреть. 28-летний Нал Джабиев с многочисленными гематомами головы, переломом челюсти был доставлен в республиканскую больницу. С приемного покоя поднят был молодой человек. Осмотрели больного, жаловался на умеренные боли в нижней челюсти. На лице у него были следы побоев, ссадини на лице, подкожная гематома, лобно-височная область слева. И рекомендовали сделать рентгенограмму челюсти. Выполнена рентгенография, потом его спустили к нам. Состояние было относительно вообще удовлетворительное. Осмотрение рентгенограммы выявлено перелом челюсти, нижней челюсти. Там незначительное смещение, пальпаторно-болезненность. То есть, когда мы трогали, то боли чувствовали. И также на умеренные боли он жаловался на головные боли. Вместо побоев, где, видимо, ему наносили удары. И одновременно пришли сотрудники милиции. Сразу же практически среагировали. Осмотрели, что выявлено перелом нижней челюсти. Вы сказали, что сейчас посмотрит стоматолог. И в зависимости от этого дальше будет дальнейшая тактика лечения. Значит, стоматолог пришел, осмотрим больной. Дополнительно он сделал еще рентгенограммы в двух проекциях. Среагировал их, что вам лучше, в местных условиях ничего не сможем сделать. Вам лучше, поехав через столицевую хирургию города Владикавказ. После оказания первой медицинской помощи, Иннала незамедлительно переправили в Северную Осетию. По сей день он находится там, и его готовят к сложнейшей операции. Инцидент вызвал много споров в обществе. На страницах социальных сетей разгорелась нешуточная полемика. В основном мнения сходятся. Необходимо применить по отношению к подозреваемым в преступлении самое строгое наказание, которое позволяет законодательство страны, выражает свое мнение граждане Республики Южная Осетия. Их надо наказать по всей строгости закона. И виновники должны быть наказаны по закону. Пусть никто не думает, что можно так бесчинствовать. По факту избиения прокуратуры Южной Осетии возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Родственники потерпевшего и сам потерпевший в органы внутренних дел с заявлением не обращались. Дело заведено после обращения в дежурную часть из республиканской больницы о поступившем гражданине с телесными повреждениями. Происшествие прокомментировал министр внутренних дел Игорь Ананьев. Возбуждено уголовное дело по ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. И, следовательно, им сделала подписка, а не выездили. В связи с тем, что на сегодняшний день изолятор временного содержания Министерства внутренних дел переполнен, и содержать их в изоляторе временного содержания не представляется возможным. Также исправительная трудовая колония Министерства юстиции находится на сегодняшний день на ремонте, и содержать их сегодня в таких условиях не представляется возможным. В данный момент эти трое бывших сотрудников, бывших, находятся под наблюдением в расположении СОБР криминальной милиции. И в ближайшее время будет вынесено решение об их содержании. Игорь Нанев также подчеркнул, что ни о каком оправдании речи быть не может. Сотрудники нарушили служебно-воинскую дисциплину и понесут наказание, предусмотренное законодательством Южной Осетии. Я ответственно заявляю, что действия этих сотрудников я ни в коем случае, ни в коем мере не оправдываю. Они нарушили действующие законодательства Республики Южной Осетии, они превысили даже с ней полномочия. В нерабочее время в форме с табильным оружием причинили телесные повреждения гражданину, который на сегодняшний день находится на лечении. Здравствуйте, Кузаева, Дина Чихоева, информационный выпуск сегодня. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил генеральному директору РГУП Дорекспострой Мурату Лалеву строгий выговор за халатное отношение к исполнению должностных обязанностей, сообщают в администрации президента республики. Причиной объявления выговора со стороны главы государства стало промедление по расчистке дороги в село Синагур. Дорекспострой не смог выполнить поручение в обозначенные сроки, что вызвало соответствующую реакцию руководства республики. В отдаленных селах Южной Осетии началось досрочное голосование по выборам президента России, сообщил информагентству РЭС руководитель представительства Руссотрудничества в Южной Осетии, председатель участковой избирательной комиссии по Знаурскому району Михаил Степанов. Он добавил, что голосование проходит и на территории погранзаставы в селе Балта. О ходе выборов в районах республики мы будем сообщать вам в наших информационных выпусках. Другим темам. В преддверии 8 марта мы начинаем серию репортажей о выдающихся женщинах нашей республики. Репортажа нашего корреспондента Анжелы Кукоевой речь пойдет о враче и замечательном человеке Светлане Куроевой. Профессия кардиолога подходит очень ответственным людям, физически крепким и выносливым, чутким и внимательным. Такими качествами в полной мере обладает врач-кардиолог Республиканской больницы Светлана Александровна Куроева. После окончания Северо-Осетинской государственной медицинской академии Светлана Александровна работала на скорой помощи кардиологам. Уже потом, в 1992 году, она начала работать в отделении кардиологии Республиканской больницы. Когда я, будучи еще студенткой, мне очень нравилась гинекология. Но в наше время попасть было на гинекологию, очень сложно было попасть на гинекологию, даже еще в институте на шестом курсе. И закончила я, конечно, общий профиль терапии, и как терапевт пока работала. А потом это со временем. Кстати, у нас не всегда бывает выбор профессии, и именно специальности по твоему желанию. Порою специальность выбирается там, где у тебя окажется место. Для окончания интернатуры нас определили на станцию скорой медпомощи. Конечно, поначалу было тяжело, хоть институт закончили неплохо, но когда нет практики, то очень тяжело работать. На скорой я тоже работала в бригаде кардиологической. И затем уже перешла сюда. В 1998 году Светлана Куроева возглавила отделение кардиологии. И вот уже на протяжении многих лет она оказывает высококвалифицированную помощь жителям нашей республики. По ее словам, выбирая работу кардиолога, она взяла на себя большую ответственность. Ведь ей не раз приходилось спасать жизни людей. Скорая проработала почти 18 лет. Причем работала на 2-3 ставках. Было у меня давно заявление. В республиканской больнице все время места не было. А потом освободилось место. И буквально на 0,25 ставок меня взяли врачом-ординатором в отделении кардиологии. Поначалу я совмещала работу на скорой. И вот эти свои 0,25 ставки. Потом стало у меня 0,5 ставки ординатора. А потом уже после перехода Белы Владимировны Плеевой в медучилище я возглавила отделение. Это уже с 1998 года. И с тех пор я заведующая этого отделения. Помимо того, что она хороший врач, она еще любящая и заботливая мама и бабушка. У Светланы Александровны трое детей и четыре внучки. Двое ее дочерей, Олеся и Алена, пошли по стопам своей мамы. Они работают в республиканской больнице. Я вот для своих детей тоже видела будущее только врачами. Я не настаивала. У нас как-то само по себе получилось. Вот это что. И они тоже выбрали эту профессию. И довольны, по-моему, выбором своим. И я довольна ими, и они тоже. Среди коллег и пациентов республиканской больницы она зарекомендовала себя высококлассным специалистом, чутким и внимательным человеком. Ее отличает высокий профессионализм и умение найти подход к каждому пациенту. Светлана Куроева очень хороший доктор. Знает свое дело. Она внимательная и добрая. Мой свекор лежит в отделении кардиологии. Все люди разные. Но Светлана Александровна к каждому находит подход. Она одинаково внимательна ко всем больным. Как говорит сама Светлана Куроева, работая в отделении кардиологии, ты чувствуешь реальную ответственность за человеческую жизнь. Ведь именно кардиолог лечит наиболее важный орган человека, от работы которого зависит жизнеспособность всего организма. Светлана Александровна не только замечательный специалист, знающий свое дело, она добрый и отзывчивый человек. Именно так они отзываются коллеги. Светлана Александровна работает уже 20 лет. Она очень грамотный врач. Отношение к больным она очень ответственное. Больные ее любят и уважают. В тяжелых ситуациях она может оказать незамедлительно высококвалифицированную помощь. Как к больным, так и к медперсоналу. И в канун 8 марта хочу пожелать Куроевой Светлане Александровне и всему женскому коллективу республиканской больницы, прежде всего здоровья, удачи, благополучия и простого женского счастья. Профессия, выбранная Светланой Куроевой, в современном мире считается одной из самых востребованных. И в канун весеннего праздника пожелаем ей семейного благополучия, простого женского счастья и, конечно же, возможности видеть положительный результат своего труда. Анжела Кукоева, Александр Кукоев, информационный выпуск сегодня. В столице стартовал проект «Связь поколений», в рамках которого подрастающее поколение встречается с известными личностями Южной Осетии. Первая встреча состоялась с народным артистом Южной и Северной Осетии Тимуром Харебовым. Подробности в репортаже Зарины Кочиевой. Управление культуры при администрации города Цхинвал реализует проект «Связь поколений», в рамках которого школьники встречаются с выдающимися личностями Южной Осетии. Как отметил автор проекта Игорь Тасоев, встречи старшеклассников с людьми, внесшими весомый вклад в развитие культуры, науки и искусства, станут связующим звеном между поколениями. Такие известные личности смогут дать ценные советы молодежи, помогут больше узнать об истории родного края. Наверное, символично будет, что с наступлением весны вот эта первая встреча состоялась уже. Мне очень приятно, что у нас в республике есть такие люди, которые старшеклассникам могут помочь и в плане выбора профессии, и в плане знакомства с родной историей, родного края. Это очень-очень нашим старшеклассникам необходимо, да и молодежи в целом, потому что как-то так получилось, что немного прервана связь старшего поколения со старшеклассниками. Первая встреча состоялась с Тимуром Харебовым. Композитор и исполнитель, народный артист Южной и Северной Осетии, солист группы «Бон Барун», более часа общался с ребятами и отвечал на интересующие их вопросы. Как и так вы начали писать? Это было очень-очень давно. В 1963 году впервые в Южной Осетии, а именно в нашем знаменитом Господинституте, создался впервые в Чарльном Оргенстане. Так называемый «пигмент». У меня был в то время, я буквально в вашем возрасте играл в школе на «Борне». И на меня обратил внимание, когда жил у нас в городе Остатин Ковалевский, большой музыкант, который играл практически на всех уголовных инструментах. Сказал об этом ринге Рубусову, который уже начал руководить, собирать нас в оркестр большой. И наше того, что я начал писать музыку, я могу сказать так, что это было раньше. Иногда во сне, может быть верите или нет, но это действительно было так, во сне внестилась музыка. Песни Тимура Харебова вписаны золотыми буквами в летопись осетинской песенной культуры. Их знает каждый цхинвалец, каждый осетин. Многие из них воспринимаются слушателями уже как народные. Именно такой, в частности, оказалась счастливая судьба песни Маир Истун, написанная на слова поэтессы Людмилы Головановой. Долгое время Тимур Харебов совмещал творческую деятельность с административной работой. 19 лет он был начальником управления культуры города Цхинвал. Автор проекта «Связь поколений» Игорь Тасоев отметил, что встреча с сегодняшним гостем получилась интересной. Состоялся содержательный разговор, в котором было много познавательного и позитивного для всех участников. Первая встреча, которая состоялась, в этом было что-то ценное, доброе, теплое, которое нужно и старшеклассникам, и старшему поколению. Большое спасибо нашему первому оппоненту. Это был народный артист Южной Осетии Тимур Харебов. Очень тепло он отнесся, очень ответственно отнесся. Спасибо ему большое. В следующих встречах мы ожидаем известных, легендарных. Это будут не только деятели искусства, это будут и спортсмены, и, может быть, есть политики. Скажем так, те, которые являются живой историей нашей Родины. Зарина Кочева, Олимбетеев, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. 14 шахматистов нашей Республики приняли участие в чемпионате по шахматам. В течение двух дней у нашей девушки боролись за звание чемпиона Южной Осетии. Выявлены и призеры. О них нам расскажет наш спортивный обозреватель Батрат Схурьев. С кинвала в Республиканской библиотеке имени Анна Харсиса прошел чемпионат Республики по шахматам. В турнире приняли участие самые сильные шахматисты. За призы боролись 14 спортсменов. Среди игроков были как юноши, так и девушки. По регламенту чемпионат проходил по круговой системе. Каждый игрок провел по 13 партий. В течение двух дней болельщики стали свидетелями интересных шахматных игр. Исход соревнований до последнего тура был неясен. В заключительных встречах удачливый сыграл Валерий Халин и в результате стал чемпионом Южной Осетии. Чемпионат у нас прошел на очень высоком уровне. У нас играло множество сильных игроков. Мы без сомнения собрали самый сильный состав за последние годы. Игры еще не закончились. Сейчас определяется, кто займет второе и третье место. Но первое место у нас занял Валерий Халин. Очень достойный результат. Он потерпел единственное поражение. Все остальные игры сыграл очень достойно. Так что победитель у нас уже есть. Второе и третье место. Вот сейчас будет борьба. Мы окончательно должны тройку призеров распределить. А так, еще раз я хочу сказать, в крайне напряженной схватке, в крайне напряженных схватках, борьба была до последней, до последней фигуры, очень жестко игроки играли. И плюс очень и очень сильный состав. Сразу 5-6 кандидатов в мастера спорта и перворазрядников играло у нас. Это не считая просто сильных игроков. Мы обратим внимание сейчас на ряд игроков. Они будут включены в сборную Республики Южная Осетия, которая летом будет играть со Северной Осетии, со сборной Северной Осетии. И в заключение я хочу поблагодарить компанию «Мегафон» за оказанную нам финансовую помощь во проведении этого турнира. Второе место завоевала Анна Абаева, а третьим стал Алан Сюкаев. Победитель и призеры прошлогоднего чемпионата на этот раз не вошли в тройку лучших шахматистов. Это говорит о том, что из года в год усиливается конкуренция среди шахматистов. Ну, во-первых, хочется сказать спасибо, было выразить благодарность организаторам, спонсору сегодняшнего мероприятия. События такого рода – это всегда праздник для любителей и знатоков шахмат. Но, конечно, хочется, чтобы было больше участников, больше последователей в нашей республике. Говоря про свои результаты, конечно, в этом году я более довольна ими. Но это не предел. Нужно всегда стремиться играть лучше. Победитель и призеры чемпионата были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Батрас Хурьев, Айда Кочева. Информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 6 марта. В Знаурском районе республики завтра, 6 марта, ясно. Днем плюс 4, ночью плюс 1. В Завском районе также ясная погода. Днем плюс 5, ночью минус 1. В городе Квайса ясно. Днем 6 градусов тепла, ночью плюс 1. В Ленингорском районе Южной Осетии ясно. Днем плюс 6, ночью плюс 2. В столице республики в Схенвале ясная погода. Днем плюс 7, ночью плюс 2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Дюоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова